Добрый день, члены Совета Ветеранов, члены Клуба Ветеранов и наши помощники, сподвижники наши. Ну, по вашему решению, по нашему аварийному согласию мы сегодня собрались немножко позднее, чем первое число, но девятое, просто времени не было, все заняты были. На сей замечательный день, когда мы отмечаем, ну, международники, пожилого человека, к нам обращаются, я вчера был на семинаре, позавчера два дня мы были с присутствием губернатора области, к нам обращаются с большим пожеланием добра, счастья всем вам, всем нам, Юрий Иванович Голохвастов, председателем областного совета Ветеранов. И вот в своей, написал очень большое письмо, большое поздравление. Если взять за основу и посмотреть, что написано в этом письме, это каждый из вас, каждый из вас, в свое время, вы дети войны, мы войну не прошли, а кто-то, может быть, и застал бы его, значит, в оккупации, ребенком, потому что мы, рожденные в 30-е, 40-е годы, вот, но послевоенное детство ведло на нас с вами. Послевоенное строительство, мирное строительство, кто, как, каждый на своем, как говорится, месяц, один был учителем, другой был педагогом, третий стал строителем, пятый стал, там, и так далее, и так далее, и, допустим, военным. Здесь довольно неприличная, как, в кого-то, сидят в чеколевле военного поколения, которые отдали свою жизнь практически военные службы. Я не хочу, наверное, и не буду защитывать его полностью, но смысл один, что все здесь сидящие, все вот наши поколения честно, добровольно, как говорится, и добросовестно отдали свою жизнь, свое здоровье, вот, вот, именно во имя нашей страны, нашей Родины, именно во имя, в свое время, когда мы были в Советском Союзе, мы сейчас в России, вот, для счастья нашей великой Родины. Мы уже общаемся с новими, переписываемся, и хочу в этот день вас поздравить. Только от себя, от головы нашего города Ираима Сергея Александровича, от депутатского подпуска и от Киславского. Я с названием праздника, День пожилых людей, не буду соглашаться, предлагаю быстрый и опытный для вас назвать. Не буду никогда цепляться, ведь в возрасте бывают люди так активны, что и молодым их не догнать. И сегодня вам здоровья, оптимизма, молодости, духа, от души хочу я пожелать. Дорогие мои, главное вам я, конечно, хочу пожелать здоровья. Вы все активны, вы молодцы. Желаю вам счастья, чтобы ни одна слезинка с ваших глаз не упала никогда, чтобы с каждым ядом с вами были ваши близкие, поддерживали вас. И еще сегодня у нас есть два юбиляра, я хочу их поздравить и подарить цветы от себя и от своего дружного депутатского корпуса. Председатель Кузьминского ветеранского совета ветеранов, будем говорить, да? Ей сегодня, в этом году, исполнился, как она, 10 лет председателем совета ветеранов. Желаю всем крепкого здоровья, удачи в наших делах, дружить со старшим поколением, чтобы они были не в обиде на нас. Я уверена, что они не в обиде, они очень довольны. У нас тоже прошел день пожилого человека, у нас прошли такие дни, где мы поздравляли юбиляров, маститых юбиляров с 85-летием, с 90-летием, и все остались очень довольны. Я вас очень понимаю, как много вы делаете, и вы меня понимаете. У нас одно дело – жить с народом, уважать их старость, их заслуги в труде, в их нелегкой жизни. И это они всегда цели. Спасибо за эти годы, что я была в совете ветеранов. Спасибо Вячеславу Леонидовичу, спасибо Вячеславу Анатольевне, Леониду Николаевне, всем, кто мне помогал, объяснял, как работать с людьми. А люди наши заслужили хорошего отношения к ним.